Послание для полутора миллионов человек. Наталья Комарова сегодня выступила с обращением к югорчанам. Лично главу региона смогли услышать около 300 человек. Югорские депутаты, главы городов и районов, общественники и омбудсмены. Благодаря видеоконференц-связи обращения транслировали в администрациях муниципалитетов. Но большинство югорчан увидели обращение губернатора по телевизору. Пять операторов телекомпании Югра, а также команда режиссеров, осветителей и звукооператоров работали для того, чтобы каждый смог услышать обращение губернатора. О чем говорила Наталья Комарова, расскажет Анна Шуркевич. Год гражданского согласия в Югре сменит год семьи. Уже стала традицией, что Наталья Комарова объявляет тему будущего года в своем ежегодном обращении к югорчанам. В этом году выбор губернатор разделила с жителями региона. Они смогли проголосовать на портале открытый регион Югра. Больше трех тысяч человек отдали свой голос за год семьи. Югра это семья и для 124 народов. 1 миллиона 662 тысяч человек. Семья объединенная взаимным уважением и доверием, заботой и ответственностью. Кстати, в этом году губернатор объединила обращение с ежегодным отчетом о работе правительства перед депутатами. Таким образом, доклад Натальи Комаровой включил в себя практически все сферы жизни югорчан. Никого данное обращение не могло оставить равнодушным, поскольку оно абсолютно всеобъемлющее, потому что оно позволяет гордиться тем, что сделано. Позволяет гордиться тем, что мы живем, работаем на этом земле. Сколько мы делаем и для земли, и для России в целом. Это именно предмет для нашей гордости. Губернатор начала с экономики и промышленности. Неудивительно, ведь именно эти сферы обеспечивают югорчан рабочими местами. Так в игре появилось несколько предприятий. В будущем году инвесторы построят два индустриальных парка. Существенный клад развития рынка труда вносит малый и средний бизнес. В этом году предприниматели создали 3200 постоянных рабочих мест, 400 новых малых предприятий. Для поддержания положительной динамики в этом направлении принято решение о продлении действий пониженных ставок для субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения. Еще одно достижение 2018 года – стабилизация объемов добычи нефти. В Югре они перестали уменьшаться. На это повлияли изменения налоговой системы. Этому способствовало эксплуатацию четырех новых месторождений, рекордное количество пробуренных эксплуатационных скважин, ну и, конечно, те решения, которые были приняты губернатором, были приняты депутатом и думой автономного округа в плане способствования льготированию тех затрат, которые нефтяники ведут на добычу нефти. Все усилия нефтяников и завековы правительства направлены на поддержание добычи нефти. Это крайне важно, потому что будут доходы, соответственно, мы сможем продолжать ту социальную политику. Отдельно губернатор Югры остановилась на жилищной сфере. Наталья Комарова поставила цель – 2019 год должен стать годом последнего балка. Сейчас их осталось больше трех тысяч. Еще несколько лет назад временок было около десяти тысяч. И вот этот посыл для большинства территорий 2019 год сделать годом последнего балка – это очень хороший девиз последующих действий в решении жилищных вопросов. Конечно, нельзя забывать о здравоохранении. Губернатор Югры остановилась на санавиации. Югорчане предлагают создать филиал Центра медицины «Катастроф». Это позволит сократить время прибытия медиков к жителям Октябрьского и Советского районов с полутора часов до 20 минут. Это решение качественно повлияет именно и на улучшение здоровья граждан, и на продолжение жизни граждан именно западной территории. Нягань – это центр здравоохранения на западе Ханты-Массийского автономного округа. В структуре учреждений здравоохранения у нас Няганская окружная больница с высокотехнологической помощью. Созданы межмуниципальные центры поликлинические, и люди сегодня имеют право выбора, где получить медицинскую услугу. Что касается культуры, в Югре появится мультимедийный комплекс «Россия. Моя история». Историю нашего региона югорчане смогут изучать по академической истории Югры. Учебник объединит последнее достижение исторической науки, а также археологические открытия. Академическая история будет иметь статус и охват по-настоящему народный, в многовековой Югре уже приобщились каждая югорская семья. На будущий год необходимо повысить уровень такой открытости. До начала марта должен быть составлен график выхода томов новой истории. Обращение к югорчанам и отчет о работе правительства Югры продлился около часа. И, конечно, в маленьком журналистском сообщении не сказать о всех темах, которых коснулась Наталья Комарова. Так что я советую посмотреть всем доклад губернатора Югры. Там можно найти очень много ответов на многие вопросы. Анна Шуркевич, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра». Специально для программы «Больше чем новости».